всем привет меня зовут грифон и вы смотрите прохождением готика 2 ночь ворона я за кадром сбегал слетал каменная табличка стрельба из лука чё там не делает в монастырь вот и понаприготовлен немножко себе зелий ну вот и не знаю как я читал рецепт чистой манны вообще невнимательно потому что там сказано про эссенцию манны они про экстракт как я подумал в прошлой серии поэтому для эссенции маны нам нужна огненная крапива которую мы нещадно поедали поэтому у меня ее не осталось и эссенции я наготовил совсем чуть-чуть чистая манна у меня тоже вышло там совсем чуть-чуть то есть одно зелье у меня вышло вот но я немножко приготовил эликсира немножко экстракта вот немножко оставил лугового горца для чистой манны вот в общем мы будем ее я так думаю готовить из того из тех и экстрактов эссенции которые будем находить вот и еще я подумал что наверное яркиндар мы оставим на потом отправимся сегодня прям сразу в долину ротников так и еще и немножко тут буквально чуть-чуть пробежался посмотрел кто тут есть тут драконий снайпер был и один ищущий и еще парочку ну вот парочку драконий снайперов я заметил на этом берегу вот еще тут один ищущий остался его на не драконе снайпера мне интересует вот этот персонаж добьем его чтобы со спокойной совестью так сказать оставлять оставлять хоринис и вся манна у нас у нас ой блин зараза такая и он не среагировал так а это кстати шанс что второй слишком далеко часа попробую нет этого снайпером завалить и 2 на меня не сагрится отлично значит я щас со вторым могу спокойно справиться так вот у него экстракт он нам сейчас пригодится ладно а на всякий случай парочку выпьем но поодиночке нам снайперы не страшны в принципе как и орки но только поодиночке и не элитные обычные вот так получается что мы зачистили территорию хориниса опять же кроме элитного орка который тасуется восточном лесу значит нам тут более делать нечего но и еще я вам рассказывал про подземелье кишащие нежити но блин пока тоже туда рановато и к сожалению не успели мы не смогли добить до следующего уровня чтобы изучить зелье ловкости и понаготовить собственно себе зелий так ну там орки мы туда не пойдем мы будем пробираться тем же самым путем которым и пришли то есть так сказать тайным проходом о котором знают лишь немногие не только лишь все гаснет нас наш фонарик но мы уже почти добежали хотя в яркиндаре очень много пещер которые мы понаоставляли на потом мы в каждой пещере ну практически сто процентов лежат таблички таком и да вот лук увеличили осталось теперь лук нормально найти который будет получше арбалета принципе арбалета нам хватает это я про мелких новая запись в дневнике а что-то но тут про охотников началась масштабная охота на драконов она привлекла многих искателей приключений долину родников место это столько надеяться что они не будут мешаться у меня под ногами и собственно это наверно уже было так ищущие ай про бандитов я не рассказал ладно значит потом расскажу джеку бандитов я давно угробил от рассказать или сказал и прям сразу смотрите труп мертвый охотник на драконов и у него огненная крапивка замечательно также лучше шкура на кого что наткнулся кто тебя сразу же убил еще на подступах инспирки далеко никого не появился на тут пустом а долину как вы помните мы практически вообще не зачищали так а вот здесь у нас был драконь и снеппера я не помню я его убил но наверно убивал потому что уже рыцарь еще лежал так и смотреть то сколько народу о огненная трава что ты делаешь здесь давно уже не слышал такого тупого вопрос а что по твоему не могу поверить в это совершенно не представляю я жду когда что-нибудь наконец произойдет все время знал об этом а что должно произойти да ты еще более тупой чем я думаю если бы я знал это я бы не ждал а что может произойти ты начинаешь действовать меня не волнует что произойдет мне нужно чтобы что-нибудь произошло это было очевидно а почему ты тогда ничего не делаешь если ты не перестанешь задавать идиотские вопросы я подрежу твой длинный язык нужно больше тренироваться если ты будешь просто ждать здесь ничего и не произойдет ты не достал меня но засранец чертяка хорошенько м м м наверно следовало бы поспать что ты давно уже что-то слышал об этом ладно забудь лучше не говори не надо что ты надеешься найти здесь в долине рудников золото и славу что же еще когда я покончу с драконами я буду купаться в золоте у меня будет достаточно чтобы провести остаток своей жизни пытаясь посетить все таверны и бордели в стране первый раз слышу об этом что ж тогда я желаю тебе удачи мне не нужна удача достаточно моего топора говорят ты бы не хотел поработать на меня почему бы нет как будешь платить ему нужно больше тренироваться ты получишь половину добычи звучит заманчиво но предупреждаю тебя не пытаясь обмануть меня ты пожалеешь об этом еще одно мне не нужно другое барахло что ты соберешь там меня интересует только золото понятно никто ничего не хочет знать он узнал это не от меня я думаю на этом наше сотрудничество можно считать оконченным как знаешь я найду себе работу и получше бывай то есть бифа можно будет еще взять вот наверное мы этим воспользуемся но потом ему стоило сто раз подумать я вижу ты присоединился к охотникам на драконов я пошел за сильви в долину рудников потому что я знаю эту местность как свои пять пальцев и я хотел сам понять что здесь происходит я скажу тебе вот что здесь определенно что то не так в жизни никогда не видел столько орков в одном месте я не удивлюсь если гаранты паладины из замка давно сбежали или уже все перебиты так может что ты планируешь сделать дальше я сначала пойду с парнями в долину рудников а потом свалю мне просто очень хочется выяснить что планируют орки еще увидимся будь осторожен у тебя не найдется чего-нибудь выпить полагаю вода тебе не подойдет нет черт подери мне нужно что-нибудь алкогольное чтобы я наконец мог избавиться от этой проклятой головной боли когда мне долго не удается промочить горло мой череп раскалывается и мне кажется что он вот-вот всорвется вот возьми это лучше не говори не надо какое блаженство теперь я опять могу размышлять здраво что я могу сделать для тебя кстати а что ты вообще здесь делаешь если честно понятия не имею что мы делаем здесь и когда все начнется и пока у меня есть выпивка меня это совершенно не волнует ты знаешь где находятся драконы а что я получу за то что скажу это тебе у меня есть еще одна бутылочка джина за хорошее вино я готов сразиться со всеми драконами мира договорились добавь мне эту бутылку я припасу ее на черный день хорошо теперь скажи где все эти драконы ну если честно я не могу сказать тебе ничего определенного но я слышал что всего должно быть 4 дракона прошлой ночью над самой высокой горой мы видели погровое свечение готов поклясться своей матерью что если ты ищешь драконов одного из них ты найдешь там не говори что ты не знал этого я ищу человека который мог бы научить меня чему-нибудь я мог бы обучить тебя некоторым вещам я лучший боец на многие мили вокруг так как мы друзья я сделаю тебе скидку это будет стоить 300 золотых монет я бы так не смог это для меня слишком дорого слишком дорого? это меньше чем любой другой запросил бы на моем месте ну сам подумай нет это услышал так ну больше от него толку никакого эй иди сюда чего тебе это долина опасное место и без правильного снаряжения ты сразу можешь считать себя трупом я полагаю что у тебя как раз правильное снаряжение угадал и я даже могу продать его тебе что ты можешь предложить мне так что ты можешь предложить пару яблок кольцо огня грубый меч и все а информации ты не торгуешь? может быть если цена подходящая я расскажу тебе все что я знаю сколько ты берешь? трудно сказать но думаю 50 золотых за каждую информацию что ты получишь будет нормально так нам не нужна никакая его информация мы его кошелечек таранем вот эй что ух ты 160 монет куда вы мы пришли из города понятно вы из города видишь ты все понимаешь вот глотни что вы делаете здесь мы услышали об охоте на драконов ну мы собрали свои пожитки и пришли сюда но говоря откровенно мне плевать на драконов мне нужно золото у драконов ведь есть золото правда конечно что ты знаешь о драконах я знаю о них только из детских сказок понимаешь девственницы золото огненное дыхание и все такое а куда вы собираетесь идти отсюда понятия не имею мы все еще думаем над этим вы могли бы пойти в замок меня туда силком не затащишь нет уж только не к паладином я не хочу обратно в тюрьму я уже был там и мне этого хватило что насчет орков ими окружен весь замок пытаться пробраться туда чистое безумие если ты хочешь сразиться с орками то сразу можешь считать себя трупом никому не пробиться туда действительно за что ты сидел так я тебе и сказал вы маги заодно с паладинами нет дружок забудь об этом ладно убежали так это тоже с нами хочет поговорить эй ты смотри куда идешь что ты этим хочешь сказать я хочу сказать что пребывание здесь может не очень хорошо сказаться на твоем здоровье это место просто кишит орками и монстрами не говоря уже о драконах это просто дружеское предупреждение ты можешь сказать мне что-нибудь чего я еще не знаю я могу дать тебе добрый совет причем бесплатно нам здесь не нужны трусы которые падают в обморок как только почувствует даже слабый запах дракона возвращайся домой это работа для настоящих мужчин ты что здесь за главного я что похож на главного конечно нет нам здесь не нужны важничающие кретины раздающие приказы когда сильвио попытался вести себя как командир мы показали ему его парням что мы думаем об этом произошла небольшая стычка и в конце концов и пришлось убраться надеюсь сильвио найдет свой конец в кастрюле какого-нибудь порта так вы хотите убить драконов надо же какой догадливый а ты хоть знаешь как можно завалить дракона ты думаешь он будет спокойно сидеть на месте когда ты будешь рубить его голос такие дела требуют тщательного планирования и решительных действий понимаю и как вы собираетесь справиться с драконами сначала мы должны выяснить где они скрываются только тогда можно будет подумать о лучшем способе атаковать их как вы собираетесь пройти мимо орков мы рассмотрим этот вопрос позже мне бы очень хотелось посмотреть как вы будете делать это но к сожалению мне нужно идти возвращайся назад через проход противном случае ты рискуешь лишиться руки или ноги так подождите мы его еще не обороны все теперь можем топать дальше так ну понятное дело что никто из них вообще даже с места не двинется не так и будут сидеть но может быть они нет вроде бы кто-то из них уйдет но вот биф точно будет стоять здесь вроде бы но я вот тут постоянно находил когда мне нужна была помощь так вот не знаю сможем ли мы пробиться хотя нафига нам это делать эти как телепорт нём чем и же даже есть вот телепорт замок так никто сюда не пришел мне нужна магическая поддержка нет сюда никто не пришел ну чтож плохо так и даже не знаю давайте начнем опрашивать людей а вот как они стоят как будто мы пришли оттуда хорошо что ты пришел здесь творится сущие что случилось охотники на драконов вышиваются по всему замку ибо хвалится что могут решить проблему с драконами но я скажу тебе судя по тому как они выглядят они не в состоянии убить даже старого больного снеппера многие из нас уже отчаялись и уже не верят что нам удастся выбраться отсюда живыми по-моему вы вдвоем стояли здесь на часах теперь нет сенград стоял у края стены и заснул он выронил свой арбалет и тут упал вниз мы видели как один из орков схватил его и растворился в темноте сенград проснулся и побежал в ночь по направлению к чистоколу орков с тех пор его никто не видел да пребудет с нами и нас понятно так но эти без имен так ты кто ты просто рыцарь кто же о тандар есть какие-нибудь новости сюда прибыли охотники на драконов похоже это крепкие ублюдки надеюсь это действительно так иначе вряд ли им удастся выжить здесь покажи мне свои товары так ну тебя чисто оружие мне оно не нужно эй ты у тебя такой расстроенный вид будь они прокляты мой тебе совет глаз не спускай со своих вещей чуть отвернешься и все вещички уже увели вот подонки что за подонки этот сброд называющий себя охотниками на драконов конечно а кого еще как ты думаешь я могу иметь в виду нужно быть бдительным это я тебе говорю у тебя что-то украли нет они положили 20 золотых в мой карман конечно же меня обокрали ты идет ничего вот когда я доберусь до этой сволочи так что у тебя пропало мой кошелек со всеми моими сбережениями его украли он где-нибудь всплывет когда я доберусь до него так но тут далеко особо-то бегать то и не придется вот он как кошелек то его лежит не могу поверить в это может кто-то украл а может он сам выронил я думаю я нашел твой кошелек что где какой ублюдок сделал это откуда мне знать я еще это выясню так это вот из-за того что мы маг он ничего не этот ничего не сделал а если бы мы были охотником он бы кинулся на нас в общем видели вариант еще у кузницы тогда бы он отлупил бы одного из охотников вот так вот что ты делаешь здесь готовлюсь к сражению что же еще с кем ты собрался сражаться я хочу вызвать на бой паладинов и показать этим жирным лентяем где раки зимуют идиот с драконами конечно же а ты что подумал паладины не против того что вы здесь чушь у них совсем другие проблемы большинство из них рады что вообще живы боевой дух у них не к черту это начало их конца я хочу сказать ты только посмотри на их старые зазубренные клинки которые они постоянно чинят любой разумный воин давно бы сбежал отсюда ты отстал от своей группы моей группы? да у меня нет группы я охотник за трофеями если я вернусь домой без трофея никто не поймет зачем я ходил сюда поэтому я не хочу ни с кем делиться ты уже видел дракона? нет я хочу привести свое оружие в порядок прежде чем отправлюсь охотиться на него а ты не боишься что кто-нибудь может тебя опередить? что? кто? Сильвио! ты видел этих жалких трусов что он привел с собой Сильвио должен радоваться если ему удастся выбраться отсюда живым сильвио был здесь? здесь в замке ты хочешь сказать? да был но очень недолго он поболтал с несколькими парнями здесь а затем опять исчез и где сейчас Сильвио? паладины говорили что-то о ледяном драконе на западе он по слухам самый опасный и сильный из всех драконов ты бы видел блеск в глазах Сильвио когда он услышал об этом даже гадать не нужно куда он пошел похоже ты не особенно ты любишь его что ты хочешь этим сказать? любишь было бы лучше если бы я его вообще не знал у Сильвио нет друзей ему нужны люди которые идут за ним и не задают вопросов это не по мне я работаю один ты можешь помочь мне улучшить мое оружие? улучшить? лучше купи что-нибудь новое и выброси этот хлам что ты носишь с собой возможно у меня найдется что-нибудь для тебя тебе это интересно? что ты можешь продать мне? у меня мало что есть для мага но все же ты можешь взглянуть да у него огненная крапивка только есть ну хоть что-то так новых персонажей как сами видите много так и какой идиот затащил меня сюда я думал здесь для меня действительно найдется настоящая работа но здесь ничего нет кроме нескольких высокомерных паладинов и банды орков ты забыл о драконах? как же я мог забыть? знаешь что я кузнец а не воин я делаю оружие а сражаются им пусть другие тогда почему ты не стоишь за этой наковальней? паладина не подпускает меня к кузнице если я подойду к ней меня бросят за решетку так может продолжаться вечность а что мне будет если я помогу тебе? у меня ничего нет единственно я могу научить тебя чему-нибудь я попробую помочь тебе как тебе это удастся? парсиваль приказал стража ни к чему нас не подпускать никто не осмелится нарушить его я сделаю все что смогу представить себе не могу что он послушает тебя откуда ты пришел? я присоединился к парням с гор и мы отправились в эту долину чтобы разбогатеть охотясь на драконов их главаря звали Сильвио такая сволочь он обращался со мной как со своей собственностью это было всегда очевидно а что произошло в замке? ничего насколько я слышал но конечно меня очень волнует что произошло вне замка я полностью с тобой согласен не могу поверить в это откуда ты? с материка мои люди и я бежали оттуда там становится все хуже орки сжигают за собой все что горит король потерял контроль над своим королевством а где сейчас твои люди? я покинул их они думали что им дозволено брать все что им угодно даже если это не принадлежит им я не хочу принимать в этом участие что еще ты знаешь о войне? орки окружили столицу но пала она уже или нет я не знаю последнее что я слышал что король мертв но я в это не верю а что ты делаешь здесь в замке? я услышал о драконах и пришел помочь сражаться с ними к несчастью я потерял свой меч когда пробирался мимо орков и вот я застрял здесь без меча я не могу выйти отсюда а те мечи что продают здесь бесполезный хлам я не был бы так уверен что ты дашь мне если я найду твой меч? боже я ничего не могу дать я потратил все свои деньги на этот меч я найду твой меч это было бы великолепно тебе стоит поискать у большого утеса на юге я вероятно потерял его там около палата корков не нужно верить всему что говорят о кого мы тут встретим встретили это бывший кор ангар сейчас просто ангар я сам не лучшая у меня собственное мнение на этот счет я знаю тебя ты кор ангар ты был храмовником в болотном лагере зови меня просто ангар я потерял свой титул братства спящего больше нет забавно но мне кажется что я тебя тоже знаю но я точно не помню откуда что с тобой я уже давно не мог нормально спать эти постоянные кошмары как ты оказался здесь после обрушения магического барьера я спрятался в горах затем пришло время что-то делать я бесцельно брел четыре дня пока неожиданно не очнулся в замке не спрашивай меня что произошло я не знаю и что еще хуже я также потерял амулет который был со мной многие годы я сойду с ума если не найду его а что ты будешь делать дальше я сначала немного отдохну а затем продолжу поиски моего амулета я слышал что-то о драконах также говорят что в долину рудников пришло много воинов охотиться я думаю присоединиться к ним я не хочу иметь к этому никакого братство спящего было порабощено злом твои бывшие друзья из болотного лагеря наводнили землю одевшись черные рясы и атакуют все что движется о чем ты говоришь последнее что я помню это обрушение барьера сопровождавшиеся душераздирающим воплем нас охватил панический страх мы упали на землю корчась от боли этот голос он становился все громче и затем вдруг все кончилось все побежали как безумные исчезли в ночи вопя истошными голосами и больше я их не видел теперь они служат врагу и стали бездушными воинами зла боги всевышний и почему я был так слеп со мной никогда больше такого не повторится клянусь а где именно ты потерял свой амулет где-то на юге вскоре после того как я очнулся в замке я подозреваю что он был украден мне крайне необходимо вернуть его себе у меня и так хватает проблем может быть я смогу помочь тебе найти амулет почему бы и нет помощь никогда не помешает что насчет охотников на драконов я поговорю с ними позже может им пригодится хороший воин это действительно правда когда ты отправляешься в путь чем быстрее тем лучше где ты собираешься искать я пойду на юг туда где я его потерял там есть склеп в пещере окруженной кучей валунов мне нужно идти будь осторожен так понятно а где его искать в будущем вот смотрите стена не прогрузилась и окошко такое а решетка окошко там и есть так что ты мне скажешь как бизнес как бизнес не важно я надеюсь что хотя бы у этих охотников на драконов есть какое-нибудь золото а как насчет тебя ты хочешь что-нибудь купить покажи мне свои товары так о отлично просто замечательно у тебя целая куча эссенции маны так мы ее часть пока оставим так а хватит ли нам денег у тебя все купить ну да я думаю хватит потратили сколько-то там тысяч но мы в принципе можем ему вот она продавать мечи которая вторая рапира у нас откуда-то так вот со скелетов то что мы понабрали вот этих вот ржавых двуручных вот то что мы понаходили оружие зачем оно нам так шпага рапира бандита киркана наверное она нам не нужна будет но на всякий случай так магический лук лук наемника ивовый лук короткий лук так ладно боеприпас пока оставим так что из так амолед воинов вызова душ так кольцо гильдии кольцо целителей так кольцо воинов кольцо непобедимости что еще мы можем вот кость скелета шкура шкура ставим крылья тоже пока вот шкатулочка еще одна давайте уберем эти они вмешаются в инвентаре так сердце вот когти целых сто штук у нас скопилось сердце сердце пока оставим золотой подсвечник золотая чаша кубок так самородочек и золотое колечко так же серебряные так тарелки кольца кожаный кошелечек ну сколько потратили столько мы и вернули а серебро мы продадим халвором все это сколько что у нас ели теперь почти 100 почти 100 на луговой горцев у нас всего 15 то есть мы сможем сделать 15 эликсиров чистой манны так ну что давайте хотел в этот пойти нет меня тут еще кое-кто есть так оруженосец ты ничего не совершаешь нет ничего особо интересного почему ты не работаешь это ужасно ты не заглядывал в мою комнату эти грязные мясные жуки там повсюду я не знаю кто жил там раньше но ноги моей не будет в этом грязном хлеву я ненавижу этих тварей и хватит ржать как идиот потому что говорят да палач боится этих мясных жуков кто говорит жил в этом хлеву а убраться ты не мог иди сюда иди сюда грязная тварь получай грязная тварь эй эй все такое вот шуточное задание с местными жуками покончено ты можешь продолжать полировать свои орудия для пыток или чем ты там занимался ты действительно уверен что ни одного из этих монстров не осталось абсолютно хорошо вот возьми это золото в знак моей благодарности ах не заставляй меня плакать ну зато мы уровень повысили тебе должно быть 350 опыта нам дали просто за то что вот убили 4 мясных жука так ну что серия затянулась слишком много разговоров но еще немножко тут осталось осталось поговорить с гарондом и вот с двумя паладинами ориком и парсивалем давайте сначала с гарондом поговорим я вернулся я сам это вижу а что насчет подкрепления лорд хаген прибудет как только со всем разберется столько всего произошло меня это не волнует мне нужны войска орки все прибывают и прибывают нам не продержаться долго мои люди измотаны и у нас заканчивается провизия прибыли волонтеры ты имеешь в виду охотников на драконов они конечно могут помочь нам но их слишком мало если хаген не пришлет в ближайшее время своих людей я ничего не могу гарантировать ты можешь еще что-нибудь рассказать о драконах мне нужно заниматься другими делами пусть мой помощник стратег орик расскажет тебе об этом я хочу поговорить о кузнеце каком кузнеце он исчез он что вернулся тогда можешь сказать ему нет я говорю о я не одном из охотников на драконов он кузнец это хорошо наш предыдущий кузнец слинял тарус ян хотел бы поработать в кузнеце понимаю так ты думаешь я могу доверять ему да если ты так уверен то ты можешь поручиться за него если из-за него возникнут проблемы за это ответишь ты согласен я ручаюсь за яна хорошо он может работать в кузнеце но конечно же он должен обеспечивать моих людей мечами понятно так то будем разговаривать с ориком ходят разные слухи ничего важного не произошло я обеспокоен очень сильно обеспокоен чем недавно здесь появились эти люди они называют себя охотниками на драконов с моей точки зрения все они бездельники и преступники если бы это было в моей власти я бы выгнал их всех из замка пусть орки позаботятся о них тебе не кажется что ты преувеличиваешь абсолютно нет в нашей ситуации нам нужны люди являющие собой пример героизма воины которые пробудят огонь инноса в сердцах наших бойцов а вместо этого эти проходимцы разлагают боевой дух моих солдат ты должен дать им шанс и они его получат к сожалению гаронт убежден что они могут помочь нам но я глаз с них не спущу у нас и так хватает проблем с орками и дополнительные неприятности нам совсем ни к чему а кроме этого ах оставь меня в покое эй ты я уже вернулся я уже не надеялся что мы еще когда-нибудь увидим тебя после того что произошло когда ты был здесь несколько дней назад я вижу ты стал магом мое почтение возможно твое появление добрый знак мне нужна информация о драконах несколько дней назад к западу от нашего замка появилось большое болото это довольно подозрительно так тебе не кажется могу я чем-нибудь помочь в настоящий момент похоже мы сделали все что было возможно впрочем есть кое-что кое-что очень важно что ты мог бы сделать для нас за пределами этих стен мы планируем отрубить змею голову что ты хочешь сказать этим мы знаем одного из их предводителей его зовут он один из самых влиятельных шаманов орков а какова в этом моя роль убей его мне нелегко просить тебя об этом мастер но ты как нельзя лучше подходишь для этого задания палатка хошпака находится за осадным кругом на утесе к югу отсюда ее даже видно из этих окон мне нужно снаряжение у нас мало что осталось чем мы могли бы поделиться с тобой ну я могу предложить тебе вот это так 5 делей чистого здоровья 5 делей чистая мана эликсир силы или эликсир ловкости я выбираю эликсир ловкости пусть всегда твои стрелы летят точно в цель вот держи хорошо я убью хошпака я рад слышать это палатка хошпака находится на небольшом утесе ты должно быть уже видел его раньше этот утес стоит неподалеку от дороги ведущей к нашей шахте в тени огромной горы есть новости орков становится все больше и больше мне это не нравится так но в принципе все с замком мы закончили поговорили со всеми я лучше не буду кто тут появился эликсир ловкости и у нас ловкости становится 89 ему стоило сто раз подумать так а тут еще этот повар но он ничего нового нам не говорит есть еще задание я бы не доверял там вот того чувака может продолжаться так наверное его на потом оставлю хотя в принципе уже ночь нам все равно спать давайте-ка побыстренько мы его выполним и на этом будем закругляться не нужно верить я уже подумал об этом все тихо тихо да но у меня пупок уже прилип к позвоночнику гаронд опять урезал наши пайки если я не найду где-нибудь приличной еды я пойду и откушу кусок жирной задницы гаронда посмотрим что будет дальше возможно я могу угостить тебя ты с ума сошел только не здесь если кто-нибудь это увидит у меня сразу появится куча новых друзей если ты понимаешь о чем я ты найдешь меня в храме когда все лягут спать я думаю в это время в храме никого нет я буду ждать тебя там но смотри чтобы это не оказалось черствая корка хлеба или какой-нибудь сырой кусок мяса ты понял нет конечно у нас еды по накопилось валом сколько и окорок и сыр и хлеб и молоко в общем все все что хочешь пойдемте поспим до полуночи как раз постоянно забываю про него а он ждет всего лишь одну ночь и потом уже с ним не поговорить ну вернее не выполнить это задание потому что он обидится на нас вот он уже пришел вот ты где и как у тебя есть что-нибудь поесть уксусок колбасы и конечно давай сюда а еще у тебя есть как насчет сочного куска сыра конечно давай сюда а еще у тебя есть Я могу дать тебе этот окорох Конечно, давай сюда, а еще у тебя есть? Кусок мяса? Конечно, давай сюда, а еще у тебя есть? Хороший суп еще никому не повредил, тебе так не кажется? Да, еще, еще Хороший суп еще никому не повредил, тебе так не кажется? да еще еще кусок колбасы да еще еще как насчет сочного куска сыра да еще еще кусок мяса этого достаточно этого достаточно теперь меня некоторое время не будет мучить голод вот мое золото я все равно ничего не могу на него купить здесь а тебе она может быть пригодится а теперь я лучше пойду пока никто не увидел нас 450 золота надо но нам важнее был опыт вот через спим до утра и собственно начинаем охоту на драконов вот нам уже орик подсказал что первый дракон тут относительно недалеко вот и отправимся на его убийство это будет уже следующей серии а с вами был грифон всем спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии и до скорых встреч